Приветствую всех, друзья мои! С вами Асина, и в этот декабрьский вечер мне захотелось вернуться к рассуждениям. Совсем недавно на канале закончилось прохождение четвертой части Silent Hill, и это натолкнуло меня на мысль, а почему бы Кате не задать тебе один вопрос? Вопрос, который заключается следующим образом. Какие пять персонажей заставляют тебя вернуться в эту игровую серию, в эту игровую вселенную? Почему пять? Пять все-таки достаточно мало, но в то же самое время достаточно много, чтобы определить свое отношение именно к играм о Silent Hill. Я думаю, что данное видео не будет интересно тем, кто не играл, тем более здесь наверняка будут присутствовать определенные спойлеры, но я вам завидую, вам только предстоит сделать этот шаг в приятное и в то же самое время ужасное безумие. Остальных же приветствую, и будет очень интересно почитать ваши варианты. Что же, ну а коли уж видео мое, то и начну. Я не буду делать никакой топ, я просто буду называть персонажей и буду говорить, чем же они мне нравятся, и чем же они приковывали мое внимание. И, наверное, пойдет все это дело с Винсента, с Винсента из третьей части Silent Hill'а. У меня всегда было к нему некое двоякое отношение. Когда я играла в первый раз, мне он вообще не понравился. Я не осознавала, кем он является. Для меня он был некой блондинистой, непонятной пародией на Леона Кеннеди, только с разными глазами и с безумно странным поведением. Молода была, достаточно глупа и не хотела ковыряться в характерах персонажей. Но потом, по мере познания игры, я начинала осознавать важное. А именно то, что Винсент один из самых многоплановых персонажей. Именно третьей части. Помимо того, что, например, у каждого из всех остальных личностей есть причины и следствия своего поведения, Винсент остается как бы за завесой тайны. Он за всеми наблюдает, откуда-то оттуда, из-за декораций, ухмыляется и думает о том, чего же добиться ему. А ты, игрок, совершенно не подозреваешь, чего же пытается добиться Винсент. И вот ходишь по какой-то скользкой поверхности и не знаешь, доверять ему или нет. Особенно за душу вообще цепляет момент практически в самом финале игры, во время разговора Хизер и Винсента. Когда Винсент говорит Хизер просто умопомрачительную вещь, которая немного даже рушит всю структуру вселенной. Третьей части Сайлендхилла, да и первой тоже. Как и второй, четвертый, пошло-поехало. Неужели ты их видишь как монстров? То есть, вполне возможно, Хизер убивала живых людей. Просто истерзанное сознание Олесы заграло в ней, и поэтому она наблюдала всех вокруг как монстров. Собственно, предположение огромное количество интернет ими полнится. И за что я люблю Сайлендхилл, некоторые вещи можно интерпретировать под себя. Но Винсент, он обладает холодным рассудком. Он очень, 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 очень интересный. И благодаря нему мне даже хочется возвращаться в Сайлендхилл 3. Хотя есть еще один персонаж, который интересовал меня не менее. Это Леонард. Я не буду его включать в эту пятерку, я просто хочу о нем сказать парочку слов. Леонард это отец Клаудии. И встречается он на небольшом отрезке временном игровом, но вот как-то он заставил меня попереживать. Потому что ты ходишь, отвечаешь на телефонные звонки, ты вроде бы разговариваешь с человеком, хотя, возможно, человеком он и являлся. Но потом, когда ты начинаешь познавать историю Леонарда, когда ты видишь, что он из себя представляет, о-хо-хо. Это было страшно. Это было страшно и действительно очень запоминающееся. А вот остальные персонажи 3. Сайленда меня как-то не брали и не цепляли. Что Хизард, что Клаудия, что, собственно, наш прекрасный бравый детектив. Не могу ничего сказать по этому поводу, поэтому перехожу к следующему. Хочу выделить Лизу. Вообще, если разбирать первую часть, персонажей интересных и очень приятных там много. Начиная от Гарри Мэйсона, заканчивая Сибил Беннетт. Но мне запомнилась Лиза. Чем? Есть один момент в игре, и он безумно силен. Безумно вообще в плане постановки, в плане музыки, которая играет во время этого момента. В плане тех эмоций, которые выдают персонажи. Итак, Лиза. Медсестра, которую встречает Гарри Мэйсон в больнице Алхимила. Девушка, которая встречается только в кошмарной версии Сайленд Хилла. Она забаррикадировалась в какой-то палате, она пишет свой дневник, пишет, что постоянно кто-то прорывается внутрь, то таракан залезет, то еще какая-нибудь мерзость проникнет, что все превратились в монстров. Она боится. Она боится, она переживает. Но она мертва. И она не знает об этом. Об этом не знает сперва Гарри. И вот он узнает, что она мертва. Узнает это и сама Лиза. Ее лицо, по нему начинает течь кровь. Она падает на колени, тянется к Гарри. А Гарри отталкивает ее и убегает. И потом держит дверь, а она стучится в эту дверь и зовет к нему. Его это, это просто потрясающий момент. Ужасно грустный, очень красивый, очень драматический. Люблю его безумно. Хотя, я, наверное, не так много раз играла в первую часть, но он мне запомнился. Я вот сейчас даже переигрывала чисто для себя. С удовольствием дошла до него. Чуть ли не всплакнула, подумала, да. Конечно. Сильно, сильно Тим Сайленд. Вы потрясающие ребята. Вы такие вещи, конечно, можете сделать. Так что Лиза. И, к сожалению, не могу выделить, опять же, Сибил Беннет. Она очень классная. Она действительно прям вот гиперположительный человек. Ну, если не учитывать то сражение с ней на карусели. Она не виновата в том, что напала на Гарри Мэйсона. Но, не знаю, не цепанула. Кого бы мне выделить еще? Хм. Знаете, на ум приходит Мария. Но Марию я не могу назвать стопроцентным персонажем. Потому что в ней слишком много заключено. Она человек и не человек одновременно. Она и Мария, она и Мэри. Я, конечно же, говорю о второй части Сайленд Хилла. И недаром в свое время я вышла на эту концовку. Как бы вам даже объяснить свою позицию? Она не нравится практически никому. Тем, что она являет из себя определенное забвение Джеймса. Она заставляет его не думать о реальности. Тянет его в сторону своих вымышленных историй. В своих вымышленных миров. Но Мария в то же самое время человек. Достаточно, кстати, пройти дополнение ко второму Сайленд Хиллу, чтобы понять ее чуть глубже. Там так все эмоционально грустно. Слезы на глазах. О, боже мой. Сил нету, как высказать хочется все, что накипело. Но я даже, наверное, подожду. Выскажусь в своем прохождении. Во втором, кстати. Уже прохождении второго Сайленд Хилла. Я думаю, вы понимаете, насколько я люблю эту игру. Что заставляет меня постоянно к ней возвращаться. Мария и Мэри – это один и тот же человек и не человек в то же время. Хрупкая девушка, невероятно желающая любви. В то же самое время порочная, отвратительная, отталкивающая от себя любовь. Постоянно требующая внимания, бегущая от внимания. В то же самое время жертва и охотник. Охо-хо-хо-хо. Мария мне нравится. Она бы никогда мне не понравилась, если бы мне было лет 15, 16, 17, 18, ну, до 20 лет, если бы я себя рассматривала. Нет. Ни в коем случае. Да я тогда и на Марию смотрела, как на какую-то бабищу в сапогах, которую то ли защищать надо, то ли не надо. И как-то все это проходило мимо меня. Потом ты начинаешь, опять же, копаться в персонажа, познавать его более глубоко. И приходит ощущение того, что ты действительно хочешь защитить эту Марию. Хотя для Джеймса... Джеймс понимает, что она безумно похожа на его жену. И те моменты, когда он находит ее в тюрьме, она сидит за решеткой и начинает говорить... Говорить голос... Ну, как сказать, у нее и есть голос Мэри. Потому что она, по сути своей Мэри, Джеймс, выдумал Марию для того, чтобы заменить свою жену на интерпретацию своей жены более вразратной такой вариации. И вот она сидит, она начинает говорить ему те слова, которые говорила ему некогда Мэри. Ху, сильно, красиво, здорово. Ну, Сайлент Хилл 2 на той Сайлент Хилл, чтобы запоминаться своими персонажами. Кого бы я выделила еще? Осталось только две позиции. И эти две позиции я даже знаю, кто занимает, но я не могу не сказать об одном персонаже, который тоже меня затягивает в игру. Это Гарри Мэйсон. Гарри Мэйсон не варианты первой части Сайлент Хилла, а Гарри Мэйсон варианты Шаттерет Меморис. Я вообще очень люблю СМ. Познакомилась я с этой игрой на работе. И очень давно работала я в Видеолэнде. Сейчас магазин Хитзона называется. На молодежке работала. И, в общем, мы с моим другом очень часто гоняли там местную PSP. Ну, да. Это, конечно, все возбранялось, но нас не останавливало. Поэтому я бы в Видеолэнде там стояла, в течение смены поигрывала. То в Лока Рока, то в Томбрайдер Легенда тогда вышла. Она, конечно, безумно кривая на PSP, потому что там аналоговый стик безумно неудобно расположен. И ох, как пальцы болели. Принц Персии попробовала и прошла СМ. Классная вещь. Ориджинс, кстати, тогда тоже вышла. Очень классная вещь. Запомнилась невероятнейшая. Здоровская. И почему же Гарри Мэйсон? Возвращаюсь к нашим баранам. Во время прохождения ты можешь создать своего персонажа. Те самые визиты к психологу, они формируют характер Гарри Мэйсона. То, как ты отвечаешь. То, к чему ты все-таки испытываешь какие-то предпочтения. Он может быть как сексуальным извращенцем, который бухает и изменяет своей суженой, например, то с той, то с другой. Или наоборот, очень моралистичным человеком, который ищет свою дочь, пытается разобраться в структуре этого города, пытается пробраться через все кошмары. Или просто обычным стандартным обывателем, который может обладать какими-то греховными качествами, а может в то же самое время совершить какое-то великое доброе деяние. Гарри Мэйсон, ну у меня он всегда каким-то прям монахом выходил, который был, о боже, я великую святость принесу в Сайленхилл, я буду всем помогать. Я не могу, это какой-то кошмар. Учитывая, что человек я, я не могу сказать, что я хороший человек, потому что хороших людей стопроцентно, ну, практически не бывает. А я склонна ко многим проявлениям отрицательных качеств. И вообще, не то чтобы даже мню себя, я считаю себя, да, определенной букой, очень таким интровентом интровертов. Вот в своем коконе, и не то чтобы мне это нравится, я довольно общительна, кстати. Если бы вы со мной встретились, вы бы и не подумали, что я такой человек сам в себе больше. Не то чтобы я умею подделываться под реальность, но какие-то черты Хамелеона присутствуют. Но вот каким-то образом Гарри Мэйсон у меня был великим святейшеством. Хотя у меня почти всегда в играх, даже если разбирать какую-нибудь серию ТЭС, все такие правильные выходили. Не могу я совершать какие-то злодейские поступки, возможно и по жизни так, поэтому вот и осталось у разбитого корыта. В этом плане некие свои добрые постулаты, я презираю, они приводят к тому, что ты разрушаешь себя, а другие люди на этом наживаются. Надо ладненько. Это уже начинается разговор о своей личности, а не о Гарри Мэйсоне. Хотя вот именно Shattered Memories подразумевало в себе именно то, что ты должен привнести в главного героя какие-то определенные свои характерные черты. И вообще СМ интересно в плане геймплея, то что ты ходишь по городу, там нет монстров, но город каким-то образом все равно обладает этой давящей атмосферой. Ты ходишь, ты выясняешь, ты пытаешься разобраться, там очень классные загадки. Есть элементы и с монстрами в виде мини-игры предоставленные, где приходится бегать по коридорам от них. Все это классно. Очень хочу ее на канал, но вот пока, видимо, это не удастся. Ну, мы переходим к тем двум местам, которые у нас остались незанятыми. Итак, я хочу, естественно, назвать Уолтера Салливана. Совсем недавно я поняла, что он мне нравится, потому что я прошла четвертый Саллингхилл. Очень интересно вообще было недавно поговорить с одним из моих зрителей, который сказал, что Уолтер для него самый обычный маньяк, аля Фредди Крюгер. По сути своей в этих словах есть доля истины, но я задумалась, неужели я в этом человеке вижу какие-то качества, которыми он не обладает. Неужели я один из тех людей, которые придумывают себе персонажа, придумывают его таким, каким он на самом деле не является. Долго думала, долго пришла к выводу, что все-таки нет. Нет, Уолтер Салливан действительно, как лук, очень много слоев, очень много, и нельзя его столь просто воспринимать. Хотя да, определенная систематика Фредди Крюгера в нем присутствует, то, что этот человек вторгается в сновидения других и кончает их там. Ну, вы понимаете, о чем я. Убивает, самым простым словом, если сказать. Но ты понимаешь его причины, ты понимаешь, почему Уолтер стал таким, каким стал. Он убивает, но он улыбается. Он убивает, но он ждет. Убивает, но он любит. И это все очень сложно скомпоновать в какую-то общую яму, стряхнуть и получить характер данного персонажа. Уолтер стал убийцей из-за обстоятельств. Достаточно вспомнить, что его бросили родители, когда он родился. Достаточно вспомнить того неприятного лысого мужчину, который из стен вылезал, например, убил Джозефа в самом начале игры, и даже я при повторном прохождении. Просыпаюсь себе нормально в квартире номер 302, и тут из стены вылазит мужик со страшными вообще звуковыми эффектами. Он перепугал меня жутчайшим образом, потому что во время прохождения он мне не попался. Я как-то даже забыла его записать и вам продемонстрировать. Ну вот, собственно, этот человек, он сильно повлиял на Уолтера. Это был священник культа. Как я поняла, работал он в Доме желаний, и он полоскал мозги юному Уолтеру. Полоскал очень усиленно. Также его постоянно там запугивали. Помните мир водной тюрьмы? Так вот, водная тюрьма, она совершенно не такая была. Уолтер никогда там не был. Это была определенная пугалка для детей. Вот, будешь себя вести плохо, попадешь в водную тюрьму. И что я хочу сказать. Такие вещи работают на детей, работают, правда, на своей шкуре испытала. Я думаю, опять же, не раз я рассказывала про своего брата, который в детстве меня запугивал. Усиленно запугивал, причем, как потом он мотивировал свои действия. Я, в общем, тебя характер железный воспитывал. Ну, может быть, частично это в чем-то помогло. Я действительно мало чего боюсь с точки зрения мистического, потому что, понимаю, этого не существует. В детстве ты этого не понимаешь, в детстве ты боишься. Я помню, летом мы на даче гуляли с братом, а у нас, недалеко от заброшенных зернотоков, находилась небольшая сторожка. То ли сторожка, то ли хижина. Ну, сложно объяснить. Там не было ни окон, была одна дверь. Видимо, там хранили какие-то удобрения для полей. Брат вбил мне в мозг то, что здесь живет Бармалей. На самом деле, да, там вполне возможно, лежат всевозможные удобрения. Но он утаскивает туда детей, убивает их, кладет в удобрения. Там они разлагаются быстрым образом, и он их съедает. Брат мне это говорил. Ну, что я могу сказать. И водил меня рядом с этой сторожкой, рассказывая постоянно эту историю. И довел меня просто, по-моему, до нервного срыва, до истерики. И, понятное дело, я видела это не как обычную сторожку, в которой удобрения хранятся, а как просто какую-то жуткую обитель зла. То же самое случилось и с Уолтером. Ему постоянно запугивали водной тюрьмой. Если вспомнить вообще даже прохождение, если вы играли, мы находим там постоянно записки детей, которые говорят, я опять видел на кухне кровавые разводы. Там, наверное, убили моего соседа и приготовили его на обед. Тоже находили какую-то записку о том, что детей скидывают через какую-то дыру, и они там в подвале этой водной тюрьмы лежат. Вот, что я хочу сказать. Детей там, в принципе, как я поняла, не убивали. Надо будет сейчас повнимательнее перепройти и вторую часть, и третью, потому что очень много отсылок по четвертой находится именно в этих частях. И уже более точную информацию, наверное, и себе, и вам выдать. Но суть такая, что это была какая-то определенная бабайка для Уолтера Салливана, и вот мы в ней рано или поздно, но очутились. Уолтер сложный персонаж. Уолтеру хочется сопереживать, его хочется убить, чтобы избавить его от всех его моральных... Ну, моральный... Ну, не знаю, как его моральная сторона. У всех его просто головных терзаний, мозговых терзаний. Он явно переживает, он ждет, он очень надеется слиться со своей матерью в одно целое. Не знаю. Сложное у меня отношение к нему, не положительное, не отрицательное, но я могу сказать, что мне он нравится безумно, и мне хочется возвращаться в Сайлент Хилл 4, чтобы вновь окунуться в его историю. Ну и остался еще один персонаж. Я думаю, все вы прекрасно знаете, кого я назову, и даже о нем много рассказывать-то не буду. Тут достаточно просто посмотреть прохождение, или сейчас побывать на канале и посмотреть то, что я какие ролики выпускаю по этой части. Да, это Джеймс, мистер Сандерленд, который, опять же, мои подруги... Я помню, в свое время играла в Сайлент Хилл 2 и показывала одной своей подруге Маше, и рассказывала, что вот, есть такой персонаж, как мне нравится эта история, как мне нравятся вообще его какие-либо умозаключения. Она смотрела на меня, как будто я безумец. Смотрела и говорила, что в нем хорошего, какой-то несимпатичный блондин бегает по темным коридорам, какой-то фигней страдает. Ты пытаешься там брызжи слюной рассказывать, насколько эта игра великолепна, шедевральна, но тебя не слушают, отмахиваются и идут смотреть какой-нибудь сериал, типа дневников вампиров. Ну, я ни в коем случае не хочу оскорбить своих некоторых подруг, но вот, вот, да, у меня есть несхожести в интересах среди людей, которые меня окружают, но ничего не поделать. Но в любом случае, Джеймс, Джеймс, самый настоящий персонаж для меня из всей плеяды игр про Сайлент Хилл, самый живой, самый человечный. Он обладает и отрицательными, и положительными качествами. Он такой, какой он есть. Он эгоистичный, самовлюбленный, терзаемый, но в то же самое время пытающийся помогать. Он страдает от сексуального недоулетворения. Он самый обычный человек. Он безумно деловитый, за ним потешно и смешно даже наблюдать временами, как он там где-нибудь ковыряется, реагирует на происходящие события. Я люблю Джеймса. Мне бы... Раньше тоже, наверное, он не понравился. Дело в том, что были времена, когда ты... Когда ты восторгался, например. О, Данте из Девил Мэй Край. Да, было. Третья часть вышла. Я, боже, у него красный плащ, а только красавчик. У-у-у. Нет. Понятное дело, что красавчики остаются красавчиками. А теперь нравится, Джеймс. Ты вырастаешь, ты совершенно иначе смотришь на все вещи. И вот он, он для меня вообще один из самых любимых персонажей мужского плана, который, да, будет заставлять меня возвращаться ко второй части Саленхилла не единственное. Я очень надеюсь, что никогда не увижу ремейк по этой части. Достаточно того, что она предоставляет игроку. Уж слишком она классная. Вот мои пять. Так что буду ждать вашей пятерки. Я уверена, что она будет отличаться от моей. Ведь каждый человек, он со своими собственными мыслями и со своим собственным представлением реальности. Ну а на этом давайте сворачивать мои рассуждения. Вот такие вот сегодня получились на определенную тему. Я, как всегда, в итоге хочу сказать большое спасибо всем тем, кто подписывается на канал, всем тем, кто комментирует, поддерживает хорошим словом, дарит игры в стиме. Хотя это сейчас немного, конечно, бессмысленно. Я в стиме вообще практически не бываю и почти не играю ни во что через этот прекрасный ресурс. Спасибо тем, кто помогает донатами. Они сейчас действительно сильно поддерживают. В плане того, что... Печально, конечно, я не могу потратить абсолютно все те деньги, которые вы мне пересылаете на улучшение контента. А то могла бы уже приобрести хорошую звуковую карту. Могла бы, например, и микрофон заменить. Хотя, когда хорошая звуковая карта появится, сразу же заметите изменение звукового содержания. Но я смогла приобрести жесткий диск. Это здорово, потому что тот мой сдох. Этот тоже, видимо, не самый хороший, но будем надеяться на лучшее. В любом случае, ваши донаты безумно мне помогают сейчас в плане лечения. Очень много денег уходит на все это, скажу вам. Не по секрету, а прямо в лоб. Болезнь у меня серьезная. Там не просто язва. Там все серьезнее. Но ничего, вы знаете, осина никогда не отчаивается. Тем более, я такой таблеточник в этом плане. Я всю жизнь с таблетками живу. Я вообще болезненный человек. В школе я от физкультуры была освобождена. Правда, до седьмого класса не была. И получила однажды двояк в четверти по физкультуре. Это было замечательно. А потом зато у меня было все тихо, гладко и спокойно. Ну вот, собственно, такие дела. А сейчас мне приходится и в больнице бывать. Я лечусь как-то полуамбулаторно, ибо я одна и некому смотреть за моими котами. Лечусь я в больнице, где работает моя очень хорошая знакомая. Поэтому периодами меня так отпускают домой. Езжай, покорми, все такое прочее. А потом бабаха, снова капельница. Тут мне это как-то впаяли немного димедрольную. Капельницу пришлось мне поспать практически 24 часа. Я шипла умела. У меня после этого сбился вообще режим по-страшному. Я вот сейчас дома, но я записываю ночью, а днем я как-то поспала. Жесть. Надо восстанавливать режим, и так здоровье не к черту. Но так хотя, господи, какая разница. Живем как живем. Живем тем более один. Один единственный раз. Вот поэтому я и говорю вам спасибо. Потому что если бы не вы, я не знаю, как бы я выжила в данной ситуации. Работать я могу тоже только урывками. И то, когда приезжаю к друзьям, там пару заказов как-то напишешь, что-то сдашь. Голова идет кругом. С банком так и не разобралась. Там вообще дикая сложная история. Судиться придется. И с судебными приставами я уже так пообщалась. Сие тоже очень сильно по нервам ударила. В общем, ребят, такие дела. Сложно быть одинокой женщиной. Мне, конечно, не 30 лет, но годы быстро пролетят. Сложно быть одинокой женщиной с кошками. Я вру, я не совсем одинокая. У меня есть друзья. И они ее очень сильно поддерживают. Когда нет семьи, всегда друзья становятся твоей близкой семьей. Это здорово. Я их очень люблю. Так же, как и вас, мои замечательные зрители. Ну да ладно, не буду растекаться. Я мысли по древу. Все, ребят, давайте до связи. Обязательно будут еще какие-нибудь рассуждения. Может быть, не настолько узко тематичные. Более широко на что-нибудь посмотрю. Может быть, какие-то фильмы разберем. Может быть, насчет аниме поговорим. Кстати, можете высказать свое положительное отношение к подобной тематике. Аниме я люблю. Смотрела безумное количество всевозможного. Будет здорово с вами обсудить что-то. Например, либо чисто по студии Дзибли пройтись. Либо там по работам Макото Синкая. Смотрите. Я не хочу себе какой-то памятник нерукотворный возводить по поводу того, что я очень-очень разносторонняя. Сама много о чем поговорить можно. Но все-таки такие дела. Ай, кисель в голове. Мне сразу вспоминается заявление одного из моих замечательных зрителей. ИДЖФа, который написал мне, что периодически я не понимаю, о чем говорит Асина. Что она хочет выразить. Периодически в моей голове такое вообще количество мыслей роится. Они не могут нормально взять это так, чик-чик-чик по полочкам выставиться и выложиться в адекватной словесной форме. Нет, это все будет скачками и идиотии вываливаться на несчастных моих зрителей. Фу, все, все, все. Офтопию. Очень сильно офтопию. Всем спасибо. Всем пока. Асина с вами. Будет с вами и дальше. Пока-пока, ребята.